Вокруг сквера Пушкина строители убрали забор. И теперь, глядя на масштабную стройку, на которой узнаваемым остался только памятник великому русскому поэту, жители могут сравнить ход работ на площадке с проектом на информационном баннере. В субботу глава района Алексей Валов провел здесь выездное совещание с участием застройщика, проектировщиков, представителей отрасли ЖКХ и благоустройства. Почему внутри появились бордюры? Потому что у нас существующие деревья остаются, у нас перепад газонов от тротуара получается. Реконструкция сквера продолжается больше месяца. И за это время, по словам генподрядчика, обнаружилась необходимость в дополнительных работах, не предусмотренных проектно-сметной документацией. Администрация района готова помочь, но и контроль за работой строителей будет усилен. Денег лишних у города нет, у района нет. Тем не менее, выйдем мы на какой-то здоровый компромисс, чтобы закончить с таким качеством эту работу. Сроки не сберяются? День города. Ну, вообще-то к 15 августа они должны сделать, но в дню города открывать бы. Совещание в том же составе продолжилось в бывшем парке Шелкоткатской фабрики, где находится молодежный центр «Навигатор». И эта территория в ее нынешнем виде, похоже, свое отживает. В Челкове может появиться еще одно благоустроенное городское общественное пространство. После того, как закончится формирование правого берега Клязьмы, дело дойдет и до левого берега. Каким именно образом дойдет, пока не очень понятно. Особенно в той части, где узкая тропинка проходит вдоль фабричных заборов. Очевидно одно – не может один берег реки в центре города быть с иголочки, а другой – походить на бомжа. Алексей Валов с коллегами преодолел всю территорию от парка Штефе до Старого моста. По дороге обнаружил заброшенную браконьерами рыболовную сеть. Два карасика получили свободу из рук главы района. Левый берег будет благоустраиваться в том числе с помощью расположенных здесь предприятий и владельцев земельных участков. Район также постарается войти в соответствующую госпрограмму и обустроить берег параллельно с очисткой русла реки. Мы увидели там хлам веков, не веков, а десятилетий. Понимаем, что достаточно сложно на этой работе, для того, чтобы все это извлечь, вывести, утилизировать. Так что через программу пойдем, чтобы сделать это профессионально и эстетично. На благоустройство левого берега Клязьмы уйдет не меньше двух лет, в отличие от правого. Набережную вдоль улицы Шмидта сдадут до конца этого года, а каменная набережная между Старым и Новым мостами станет подарком жителям к дню района и города в конце августа. Планы к дню города сдать, правую сторону набережной. Мы сделаем ее, я считаю, достаточно высокопрофессионально. И она будет естественной в дополнении всех общественных пространств, которые мы создаем на территории городского обществления Щелково. Ирина Микеда, Сергей Максимов, телерадиокомпания «Щелково».